Приветствую всех на канале WatchInvestor. Я не так давно снимал выпуск краш-теста своих любимых часов от Брэнда Убло. Его результаты можно будет посмотреть вот здесь. Данные часы носят многие известные люди. Я искренне не понимаю, почему они носят эти часы. Но мне кажется, скорее всего, это либо рекламный контракт, либо им их подарили. Сегодня я вам решил рассказать, почему я не рекомендую покупать эти часы. И что вас будет ждать, если вы все-таки совершите эту покупку? Это грустно или весело? Это печально. Печально, да? Ну все. Думаю, многие из вас знают модель Classic Fusion. Она самая узнаваемая у бренда Убло. Многие их покупают. Это базовая модель, которая будет начинаться от 7000 долларов за новые часы. Но вы представляете, в них стоит калибр Хаб 1110. И это на самом деле селита. Это обычный механизм, который ставится в часы за 300-500 долларов. Как такое вообще может быть? Эти часы стоят 7000 долларов, а у них просто самый недорогой механизм, который только возможен. Мне кажется, что так не должно быть. И любой серьезный бренд, который не тратит все свои деньги только в маркетинг, должен разрабатывать свои собственные калибры. Огромная проблема, что Убло слишком сконцентрировались на том, чтобы у них были известные амбассадоры, чтобы их часы выглядели как-то эпатажно. Но они упустили самое главное. Это классный механизм в часах. Да, он надежный, но он настолько простой, что, ну, сами подумайте, там, их ставят в часы за 300 долларов, значит, этот механизм будет вообще стоить там 100, наверное, долларов. Может быть, и дешевле на опте. Также они ставят ЭТА, это тоже известный механизм, уже будет чуть-чуть выше качества, но все равно он ставится в часы за 35-50 тысяч рублей. Согласитесь, взять часы за 10 тысяч долларов с таким же механизмом, как будет стоять в часах за 500 долларов, мне кажется, это абсолютный абсурд. Ты шутишь, что ли? Бренд Убло, его покупают в основном люди, кто вообще не разбирается ни капельки в часах, кто ведется только на маркетинг, кто видит эти каталоги различные, различные спортивные мероприятия, видит, что всякие известные люди носят эти часы, и они ведутся, они только прикоснулись к этой, так сказать, богатой жизни, и они стараются купить себе Убло. Но это в корне неправильно, и вас это приведет просто в никуда, потому что вот просто вы купили часы, и считайте, вы сразу потеряли процентов 60-70, как вышли из бутика. Это невероятная потеря, хотя, знаете, странно, что в самом бутике они не хотят делать какую-то даже скидку небольшую, они делают там 3%, это если их прямо упрашивать, иногда максимум 5%. Серым дилерам они продают часы за скидкой там 40%, 50% какие-то модели. Мне кажется, это немножко странно по отношению к потребителю, и когда бренд продает часы изначально с большой скидкой, их можно где-то купить, это говорит о том, что на вторичном рынке они будут стоить еще сильно дешевле. Серый дилер уже не купит за эти деньги, за 50 даже процентов от цены бутика, по той причине, что он их сможет новые купить за эти деньги, а вы заплатили эту сумму просто в бутике. Мне кажется, это крайне некрасиво с точки зрения бренда. Нам не насрать, нам похуй. Кстати, хотел рассказать вам еще один такой кейс. В 2015 году они выпустили угло Spirit of Bank. Это часы максимально похожие по дизайну на Ришар Миль. И это было понятно, что это вот закос. Они пытаются переманить на себя часть какой-то аудитории, которая покупает Ришар Миль. Может быть, которая хочет их купить, но не может себе позволить. Не надо там ходить как гадалки, чтобы это точно узнать. Они просто скопировали и сделали почти то же самое. Ну, единственное их ноу-хау, которое они смогли внедрить, это то, что они поставили их на каучуковый ремешок. И вот за счет этого они смогли завоевать какую-то часть аудитории, потому что это выглядело на тот момент экстравагантно, и так никто не делал. Но в дальнейшем это уже стало обыденным, потому что и Ademar Piguet стал ставить свои часы на каучук, и многие модели других брендов стали быть на каучуке и в золоте. Поэтому это не какое-то там что-то феноменальное, за что мы все должны благодарить Убло, что должно им прибавить много очков в целом в часовом рынке. Скажу вам пример. Я когда-то, Ришар Миль был очень дорог для меня. Думаю, пойду посмотрю, мне просто интересно, как выглядят эти часы вживую, как они вообще сделаны. Может быть, они реально классные и смотрятся хорошо. Вы знаете, я беру их в руки, и эти часы крайне странные. Я понимаю, что это, ну, хамаш на Ришар Миль, но в то же время механизм такой достаточно странный. Если посмотреть на отделку их собственного калибра, у них все-таки появился свой собственный калибр. Там можно увидеть изъяны. На мой взгляд, в таких часах их вообще не должно быть. Конечно, плюс за то, что они начали что-то делать свое, но минус за то, что он не так качественно сделан, как хотелось бы за эти деньги. И я беру эти часы, начинаю изучать корпус, а там я вижу просто заусенцы на пластике. Там галимый пластик на боковых частях корпуса. Часы стоят 3 миллиона рублей, а они настолько убого сделаны. Это уже говорит много о бренде. Я их спрашиваю, я говорю, а что вы просто вставили сюда пластик? Ну, как это вообще возможно? Почему он такого качества? Они говорят, ну, это же не просто пластик, это какой-то супер там необычный пластик, и это дорогое, и это мы, вы знаете, старались. Это вот такая вот необычная технология, а по факту это выглядит как мусор какой-то, и это обычный пластик, ну, на мой взгляд. Мне кажется, Убло — это фэшн-часы вообще. Дизель, Армани, Убло, вот какой-то такой вот уровень этих часов. То есть это больше какие-то просто дизайнерские часы. Я бы их часами вот полноценными, хорошими бы, ну, не назвал. Если вы хотите брать эти часы для понтов, у вас там бюджет достаточно небольшой, там, 250-300 тысяч рублей, и вы хотите взять Classic Fusion, ну, может быть, если у вас такие цели, чтобы это было узнаваемо, может быть, это будет здравая покупка, но в целом, ну, я бы все равно не стал брать. Есть куда лучше, там, Омега, Брайтлинг лучше взять за эти деньги. Недаром же шутят все вообще, кто в часовой сфере, что Убло не бывает оригинальных, потому что вот если взять Лупу и взять поддельный Classic Fusion и оригинальный, то я, честно, ну, не всегда смогу отличить, потому что там просто качество изготовления крайне плохое. И я реально поэтому их никогда не покупал и не планирую покупать, потому что вообще невозможно отличить. То есть даже многие мастера, они не могут это сделать, потому что, ну, они все сделаны крайне плохо. Плюс не так давно, вот буквально год назад, Убло выпустил модель Big Bang Integral. На мой взгляд, их браслет максимально похож на Zenit. Они, блин, скопировали у Zenit браслет. В общем, мораль этого выпуска, что я никому вообще из своих знакомых не рекомендую покупать часы от бренда Убло, потому что это просто выброс денег, на мой взгляд. Когда начнете погружаться в часовую сферу, вы сами поймете, что эти часы вообще не стоят этих денег, и стоит посмотреть на что-то другое. Есть очень много красивых вариантов. Поэтому если у вас будут какие-то вопросы, и вы хотите найти себе часы интересные, вы всегда можете написать мне в Instagram, в Директ. Я с удовольствием каждому из вас отвечу. Либо же пишите здесь свои комментарии. Я вас благодарю всех за просмотр этого видео. Желаю отличного дня и пока!